Задача по вовлечению жителей округа в массовый спорт выполняется. К такому выводу пришли депутаты окружного собрания, посетив дворец Спорта Норт. Там законодатели побывали совместно с представителями общественной палаты и профильного департамента. В ходе рабочей поездки они осмотрели помещения спорткомплекса, спортивных залов, бассейнов и теннисного корта. Во дворце Спорта Норт работают 8 площадок для занятий спортом. Это три бассейна, несколько тренажерных залов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Каждый день их посещают порядка тысячи человек. Все площади задействованы максимально эффективно, каждый квадратный метр. Оно видно, что мы прошли по всем помещениям и везде предполагается загрузка серьезная, действительно, все рабочее. Это не просто где-то. Поэтому здесь в этом смысле нормально. То, что как раз сделано на то, чтобы был максимально функциональный наш спорткомплекс. Правильно? Осмотрели депутаты и новый теннисный корт, открытый в этом году. Спортивный объект представляет собой каркасно-тентовую конструкцию с двумя полями для игры в теннис. Все те, которые сегодня приходят в этот зал, испытывают очень огромное удовольствие. Это, во-первых. Во-вторых, сегодня появилась возможность начинать начинающим и детям, и взрослым осваивать эту хорошую, замечательную игру. Большой теннис, он развивает все тело человека. И тут надо и бегать, надо и хорошую реакцию иметь, и сильные руки иметь. В общем, развивает всего человека. Я думаю, что замечательный подарок для наших спортсменов и для всех тех, которые хотят освоить этот вид спорта. В ходе рабочей поездки депутаты также обсудили вопросы кадрового состава учреждения, дополнительного образования для детей на условиях софинансирования и предложения по его дальнейшей реализации. На сегодняшний день 80% платы за посещение секции берет на себя округ. Еще 20% оплачивают родители. На наш взгляд, прежде чем применять какую-то другую форму оказания услуг в рамках возвращения обратного процесса, так называемого бесплатного доп. образования, мы должны хорошо изучить этот вопрос. Вопрос кадровый. Есть ли у нас на сегодняшний день педагоги, которые соответствуют всем новым федеральным государственным стандартам, которые должны отвечать концепции развития доп. образования. Мы должны понимать, что нам в округе нужно развивать помимо спортивного направления и техническое направление, что очень важно. Как считают депутаты, главная задача окружных властей – максимальное вовлечение жителей округа в спорт – на сегодня выполняется полностью. В ближайшее время в Норде планируется открытие солярия и массажного кабинета. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».